Всем привет, с вами Виталий Мечуковский и снова что-то в фотошопе. На сей раз мы научимся очень быстро и очень прикольно размывать ваше изображение. В фотошопе есть куча разных фильтров, позволяющих вам размыть так или иначе изображение, но часто мы хотим просто добиться какого-то, ну вот такого сверхъестественного фонового размытия, которое можно достичь во время съемки, допустим, перемещая объектив или используя какие-то там сложные объективы, но когда у нас есть готовая фотография и мы хотим на нее добавить эффекта размытия, то уже наявность даже самого крутого объектива нам не поможет. Поэтому давайте посмотрим, что же у нас получится. А теперь к делу. Фотография, как обычно, взята с интернета и ссылка на нее в описании, поэтому сможете повторить сей трюк. Да, данная фотография уже была кем-то профотошоплена, но поскольку нам не особо важно, что на изображении, главное сам принцип. Итак, для начала, как обычно, дублируем наше изображение. После этого переходим в вкладочку в фильтр, галилея размытия и размытие контура. Если у вас такой вкладочки нет, скорее всего у вас очень-очень-очень старый фотошоп, и пришло время с ним попрощаться и установить версию по-новей. Так как в старых версиях такой вкладочки просто не было, и данного фильтра, который мы рассматриваем, тоже, к сожалению, не было. Появилась она, дай бог памяти, в Creative Cloud. То есть любой фотошоп выше, точнее старше 2014 года, в нем есть этот фильтр. Итак, включаем, ждем. Все самое интересное, конечно же, под моим видео, но нам это вообще не нужно. Итак, здесь у нас есть путь, по которому происходит размытие. Это круто. То есть мы можем не банально использовать гаусса, или просто размытие в движении, как-то вот там подставить себе какой-то нужный радиус, или радиальное размытие. Здесь мы можем самостоятельно задавать разные направления размытия в разные стороны, и так мы захотим. В данном случае я хочу сделать размытие по кругу модели, это будет прикольно, как бы она падает, летит. То есть берем, просто растягиваем точечки. Так вот, моя прямая, мы размытие видим. Теперь я беру за центральную точку и просто поднимаю ее вверх. Тем самым делая дугу. И мы видим, что все размытие теперь начинает происходить по дуге. Мне нужна еще одна. Окей, я просто беру и рисую здесь еще одну линию. Есть. Направление размытия определяется от начальной к конечной точке. Так, здесь мы сделаем дугу побольше. Есть. Мы можем добавлять сколько угодно размытия. Допустим, мы можем вот здесь добавить в противоположную сторону размытия. Вот так. Вылет это будет немножечко страннее, больше напинать волны, но как вариант. Также мы можем добавить размытие непосредственно к нашей модели. Вот здесь можно сделать, к примеру... Вот. Хотел вот так сделать, но... Так, сюда. Добавим более... Сделаем более сложную. Так что сильная. О! Так. Чтобы волосы наши как бы развивались, да? В размытии. Так. Ну а дальше вы можете экспериментировать как хотите. Добавлять разных эффектов. Балуемся. То есть, когда вы увидите тот результат, который вам нравится, то размытие, тот эффект, который вы хотите, все круто. Также вот здесь в инструментах размытия, я их вытащу вот сюда, мы можем увеличивать, собственно говоря. Ну здесь это пилотская скорость, то есть само размытие, сам эффект. То есть здесь все это можно поднастроить. Но опять-таки, здесь можете самостоятельно побаловаться, здесь каких-то супер-пупер секретных и важных настроек просто не существует. Все зависит от фотографии и от вашей идеи. Ну оставим вот так. Вверху жму кнопочку ОК. Жду пока все чуть произойдет. Ну как обычно, занимает какое-то время. Далее мы применяем маску к нашему слою. Кликаем вот сюда. Выбираем инструмент Кисть. Так. Жесткость на 0. Размер, в принципе, подбираете по необходимости. Цвет черный. И далее приближаем и убираем эффект размытости. Там, где он нам, собственно говоря, не нужен. Ну, собственно говоря, на лице. Ну и на самой девушке можем его вернуть. То есть там, где резкость нам необходима, мы ее банально возвращаем. Я делал не особо это все, конечно, тщательно. Вы в своих работах сможете это сделать, как захотите. И в итоге из вот такого изображения, простого, вот зафотошопленного, у нас получилось более интересное, такое более динамическое в движении. И данный эффект может подойти вам в разных ситуациях. И вы можете использовать его на разных фотох для достижения, собственно говоря, очень интересных эффектов. Если это видео вам понравилось, не забудьте его отметить лайком, написать об этом в комментарии. Также под видео накидывайте темы по фотошопу, которые мы еще с вами не рассмотрели. Вы хотели бы, чтобы мы их рассмотрели. Ну, а также, если вы не мой подписчик, подписывайтесь на канал. С вами был Виталий Мечуковский. Встретимся в следующих видео. Всем пока.